Субтитры делал DimaTorzok Я не знаю, насколько он сросся, не сросся Может быть, там на полсантиметра он сросся Но дикция у меня всё ещё немножко страдает Но это осталось после окрашивания языка По ощущениям, со сплитом мне гораздо лучше и легче, чем без сплита Особенно говорить Потому что у меня, во-первых, похудел язык Во-вторых, мне утолили всё-таки фиброидные капсулы Которые образовались вокруг пигмента Ну, собственно говоря, с излишками пигмента Вот, и, ну, как бы лишний пигмент и то, что осталось, вышло Сейчас у меня осталась, как-то сказать, припухлость от лидокаина Потому что мой организм вообще, как выяснилось, в целом не очень хорошо на лидокаин реагирует Ну вот он и среагировал Это, в принципе, пройдёт Итак, что я могу сказать именно вот про сплит В каком-то смысле меняется дикция, но у меня дикция изменилась ещё до этого И, как бы, есть у меня такое подозрение, что, в принципе, максимально нормально научиться по новой я смогу говорить Как-то неправильно построено предложение, но да похер После того, как мне разрезали язык со швами, я ходила, по-моему, 4 дня То есть, 6-го мне сделали, 10-го мне сняли швы И сказали, что есть я могу только на следующий день Но я такая, нет, я поем уже сегодня И поела, и всё было хорошо Потому что, по ощущениям, сплит, если сравнивать с окрашиванием Это такая простая операция, такая простая задача, что, как бы, я не знаю После окрашивания язык проходил гораздо дольше и гораздо больнее Что не сказать о сплите Вот в нём мешают, в основном, только швы То есть, первые несколько дней, когда ты их носишь Они равнируют всё равно твой язык Ну как, они помогают ему срастись правильно, да То есть, придают какую-то определённую форму Но они же при процессе напряжения, при напряжении языка, короче Они же начинают его немножко так вот тянуть, рвать То есть, это очень неприятно После того, как сняли швы Мне сказали, ну, брать ложечку И делать такие упражнения, типа Чтобы язык не сросся до конца То есть, даже после того, как он у вас заживёт Ну, то есть, он перестанет кровить Вам уже не надо будет ставить тампоны из ваты и бинтов в язык Кстати, вот С первого дня их надо ставить Я вам сейчас вставлю видос, как их делать Тут даже есть такая фишка, что с некоторыми бинтами Вот этот вот процесс проходит гораздо легче И они гораздо лучше в ношении получаются То есть, тоже есть свои нюансы Вот, и что касается лично моего опыта С этими тампончиками С этой вообще операцией То есть, у меня как было? После операции на второй день У меня даже, несмотря на то, что я поставила этот тампончик Он был у основания Короче, язык слипся Из-за крови, сукровицы И, возможно, вот это повлияло ещё то, что между собой слиплись швы Вот И разъединять язык пришлось давлением То есть, надо было его сдавливать Потом раздался такой хлопок Ну, мне пришлось сделать это два раза Потому что после первого раза язык расклеился не полностью А во второй раз мне было больше страшно Ну, это всё-таки сделали И мой язык приобрёл Более-менее нужную форму Ну, кстати, сейчас он продолжает заживать Вот, я продолжаю делать эти упражнения Кстати, по-моему, их надо делать даже не месяц Как я могла сказать раньше А где-то месяца три Может, даже полгода Ну, вот Я не помню Это надо уточнять именно у мастера Снимать швы Некоторые говорят, что это совсем не больно То есть, в языке швы Они же намокают Они постоянно влажные И весь прикол Типа, когда их вытягивают То, что больно Но нет Мне было больно ещё, когда их резали Ну, то есть, ниточки отрезают Потом берут принцет А мы их вытягиваем Вот И это, на самом деле, тоже дофига неприятно Ну, наверное, кому как Мне было лично неприятно В общем, когда мне сняли швы Я сразу же, ну, поела Ну, как сразу же Через два часа Через два часа после снятия То есть, я приехала домой И я поела Было немножко больно Это всё надо Очень часто промывать Хлоргексидином Но лучше мирамистином Потому что от хлоргексидина Во-первых, болят зубы Во-вторых, если у вас кариес То он разносит этот кариес По всем зубам И ещё от этого Могут начать крошиться зубы Так что Лучше всё-таки Мирамистином промывать Вот Ну, опять же, личный опыт То есть, я Сначала пыталась Полоскать хлоргексидином Каждые два часа А потом Когда у меня заболели зубы Пришлось прийти всё-таки На мирамистин И вот От него зубы не болели В целом, кстати говоря Если вы хотите сделать сплит И окрасить язык То лучше, наверное, сначала Всё-таки окрашить Потом делать Ну, вы, короче, гляньте Видео про окрашивание Вот И По рекомендациям Там тоже пройдитесь Просто Если вы хотите сделать Сплит и окрашивание Сделайте сначала окрашивание И если у вас в языке Есть какие-то Излишки пигмента Излишки краски Представляете Они выльются И ещё такой момент То, что В общем Спайки Вашего двойного языка Они Будут не розовыми А Цвета Того пигмента Который вы залили в язык То есть У меня Они Чёрный-синий Там, конечно Розовенький Попадается Но Не в таком количестве В каком Он Попадается У людей Которые сделали Сплит До окрашивания языка Ну Это пока Только Один человек И ты мой мастер Мой мастер Мой котик Кстати говоря Кстати говоря О самом процессе То есть В момент Когда мне резали Я, конечно, понимаю Что На видео У меня там Периодически Было такое Страдальческое лицо Но Нет На самом деле Там было больно Только Когда делали Уколы Обезболивающего То есть Вот это Было действительно Больно Когда мне Разрезали Самый кончик Когда я начала Вроде как Терять сознание Я не очень В этом разбираюсь Просто У меня Начали Затекать Очень резко Руки Начали затекать Резко Ноги Вот когда Мне аммиаком Протирали Или как это Аммиак Не аммиак Ну вот это Штука Которая Которая должна В себя Приводить В чувство Вот 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 Тогда было Вот как-то Прям Очень-очень Странно И потом Такое Хм Я бы назвала Это наверное Таким Резким Ощущением Свободы То есть Твой язык Он Теперь умеет Больше Чем До того Как была Проведена Эта операция Я не знаю Как это сказать Он как-то Очень резко Похудел Он Перестал Натираться О зубы Вот То есть Язык Начал Ощущаться По-новому Конечно Было Некоторое Время Страшно Смотреть В зеркало То есть Ну Блин Это Такая Штука Которая Наверное На подсознательном Уровне У меня До этого Были Операции После Некоторых Операции Мне очень страшно Заглядывать себе В горло Очень Страшно Скажем так Вообще Смотреть На какие-то Шрамы Потому что Сразу Все вспоминается Очень Живо Очень живо Вспоминается Все это И кстати И кстати Вопреки Некоторым Передачам Которые Говорят Что Вот Типа Эти Бодим Бод Мод Короче Бодим Модификации Мешают В жизни Я скажу Что Нет Нифига Во-первых Отвечу На самый Часто Задаваемый Вопрос Это Удобно Ли Есть Раздвоенным Языком Есть Удобно Кстати Говоря Даже Прикусывать Язык Стало Меньше Потому что Его можно Сложить Как-нибудь Вот так Вот Вот И Оно Становится Меньше При том Что Восприятие Вкуса Вообще Никак Не Меняется Потому что У языка Есть Четыре По-моему Четыре Этих Площадки Восприятия Вкуса То есть Вот эти Воспринимают Кислое Вот это По-моему Сладкое Солено Воспринимает И Вот эта Полость Самая Большая Она Воспринимает Горечь То есть Как мы Видим Здесь Не удаляются Никакие Полости Они Просто Делятся Надвое Единственное Что Вы можете Как раз Такие Не Различать Вкусов Если Будете Что-то Пробовать Непосредственно Своим Междуязычьем Поэтому В жизни Как бы Такие Модификации Они Не то Что Не приносят Каких-то Неудобств Они Добавляют Новых Возможностей Например Можно Взять Языком Какой-нибудь Предмет Сейчас Ну Вы В принципе Понимаете Что Из этого Вытекает Дальше При том Что Такая Модификация Особо Незаметна Окружающим То есть Если вы Не показываете То Никто И Не Спрашивает Ну Вот В принципе Это Пока Все Что Я могу Сказать То Что Это Модификация Гораздо Менее Болезненная Чем Окрашивание Языка Очень Паста Паста Которая Которая Не Дерет Слизистую Вы Просто Старайтесь Очень Быстро Почистить Зубы Я Кстати Нашла Пасту Которая Не Оставляет После себя Вот Этого Мятного Привкуса То есть Вот Этого Ядреного Привкуса Ментола И Не Не Дерет Слизистую Это Склаер Может Быть Если Кого То Это Заинтересует Я Наверное Оставлю Ссылку В Описании Если Ссылку В Описании Не Оставлю Но Вы Можете Написать Мне В 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 И Она Серьезно Она Абсолютно Не Дерет Слизистую Ей Очень Удобно Чистить Зубы Ей Приятно Чистить Зубы И В Период Когда У вас Заживает Язык Вот Эта Зубная Паста Мне Кажется Она Будет Просто Спасением А Вам Спасибо За Просмотр Если Если У вас Есть Друзья Со Сплит Или Которые Хотят Сделать Сплит Напишите Об Комментариях Также Напишите В Комментариях Что Именно Вы Думаете По Поводу Подобных Бодимодификаций Интересно Вам Это Или Нет Стали Бы Общаться С Человеком Если Бы У Него Была Такая Бодимодификация В Первом Варианте Если Бы Вы О Ней Уже Знали И Во Втором Варианте Если Бы Вы Не знали Что Она У Него Есть Но Вы Уже Начали С ним Общаться И Как Бы Все Идет Хорошо Вам Спасибо За Просмотр И Всем Пока